Всех приветствую на моем канале. Вот дошли ручки снять для вас видео моего Пафа Белатулума. Он уже цветет давно, я не знаю, наверное, недели-полторы, может даже больше. Уже даже вот такая вот точка рыженькая, это видимо от повреждения соседней листвой образовалась. На губе хорошо видно ее. Но в принципе по цветовой гамме он никак не изменился совершенно. Все такое же, как в первые дни распуска. Крапушек настолько много, они даже местами вот кажутся такими вот рельефными. Крапушки заходят прямо вовнутрь губы, единственное, что они более мелкие. Здесь на цветоносе есть вот еще такая вот пипочка, не знаю. Возможно, он должен сразу давать два цветка и больше уже здесь цветов не будет, не знаю. Но красивый даже с обратной стороны, посмотрите, какой крап. Очаровательное создание. И что еще классно, это листья его, они очень красивые. Узор такой мраборный. Самый молодой лист вообще просто привлекательный, няшный такой. У нас вот последняя такая вот теплая неделя. Действительно по летнему тепло. Орхидеям это тоже нравится, но по летнему, конечно, не жгуче, а просто вот тепло. Приятно тепло, комфортно. Орхидеи радуются. В субстрате у меня, у него почвенный грибок живет. Но это ему не мешает. Только меня немножко раздражает. Я пробовала разные фунгициды. Все это немножко притупляет развитие этого грибка. Но полностью его не истребляет. При наиболее благоприятных условиях этот грибок все равно начнет свое развитие. Можно как-то уменьшить популяцию, кардинальная смена субстрата, что я пробовала делать на других растениях. Но через время все равно кое-где этот грибок начинает проявляться. Сначала в небольших количествах, ну а со временем, опять же, при благоприятных условиях он разрастается в этом гашке. При этом при билисадке я промывала корни фунгицидом. Предварительно промывала их под водой. Также брала полностью новый субстрат. Ну вот ненадолго это спасало ситуацию. Красавчик он, однако, рекомендую иметь. Мне еще нравится Павкон Клор желтый. Но у некоторых он почему-то не особо желтый. Поэтому если покупать, то только цветущим, наверное, я бы стала, чтобы он был действительно желтый, а не такой практически, как вот белотова. Еще, кстати, цветет биносом. Цветочки, конечно, уже приобрели такой вот немного увядающий цвет. Нет, по губе это очень хорошо заметно. Но бутоны у нас на подходе два штучки. Мне кажется, вот завтра, может быть, уже будут распускаться. И я думаю, что они застанут еще распуск этих цветов. Я благодарю вас, естественно, за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока.